Я видел много людей, которые верили в чудеса, и видел много людей, которые подвергали чудеса сомнениям. Я видел много людей, которые пытались доказывать что-то, почему что-то происходит, не происходит. И видел людей, которые ничего не пытались доказывать, которые просто соглашались с тем, что чудеса всё ещё происходят, и не нужно чего-то особенного, чтобы это произошло с ними. Знаете, я видел большую разницу. Люди, которые в простоте верили в чудеса, они не искали везде какую-то там, знаете, дайте мне 20 подтверждений. Они просто в простоте верили. Эти люди всегда видели чудеса в своей жизни, в жизни своих близких, в семье, в бизнесе. То есть, о чем я хочу сказать? Чем проще мы с Богом, тем проще все происходит. А мы можем просто все усложнить и говорить, я не знаю, а может быть это не так, а может быть это неправда, а я не уверен, а вдруг это, а вдруг это. Как будто бы эти люди блокируют свою веру и чудеса перестают происходить в их жизни. Поэтому первую молитву, которую я хочу совершить, чтобы мы с вами были очень просты в вере. И через эту простую веру могли решить все вызовы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Потому что вера действительно очень просто решает все. но требуется простая вера, без колебаний. Давайте скажем, без колебаний, без сомнений. И чем проще твоя вера, тем проще что-то решается в сферах жизни, где нужно какое-то чудо. и чем больше мы кажемся умнее, все перепроверяем, тем, знаете, ирония, все с точностью наоборот происходит. Потому что Богу нравятся люди, которые верят Ему на слово. И не становятся книжниками, фарисеями, законниками, а просто верят Ему на слово. Если Бог сказал, значит, так оно и будет. Если обо мне сегодня помолятся, значит, что-то произойдет. Если я приму, если я соглашусь, значит, это произойдет сегодня. Без но, без может быть, без я не думаю, я не уверен. Уверен, знаю, верю, произойдет. Поэтому давайте попросим о том, чтобы Бог дал нам эту благодать увидеть, где мы превратились в законников. Я никого не хочу оскорбить. Можно быть законником. Можно, знаете. У меня просто были такие друзья, которые вместе со мной начинали, постились, много молились, часами проводили в ночных молитвах. И потом я с ними встречался через время, говорил, представляете, у нас чудеса происходят. Представляете, у человека новая почка появилась. А друзья, которые со мной раньше этого просили, об этом вопияли, посты брали, смотрели мне в глаза и говорили, да я не верю в это, да не может быть такого. А мне нужны все документы. Пригласи ко мне этого человека. Я хочу с ним побеседовать. Я хочу с врачами поговорить. Эй, нет, так это не работает. И мне жалко некоторых людей, что они ушли от простого пути и перестали видеть чудеса. И так я молюсь прямо сейчас о тех, кто нас смотрит, о тех, кто здесь, чтобы мы не усложняли веру. Как только вера становится сложной, она перестает работать. Вера простая. Она основана только на сказанном или записанном Слове Божьем. И если мы вот так просто ее принимаем, мы просто верим и мы просто получаем. Сделайте веру проще и вы увидите, она начинает работать. Я скажу по-другому. Если раньше, в 90-х, 2000-х вы верили, видели много чудес, хотя что-то забуксовало, возвращайтесь к простой вере. Потому что, когда я беседую с людьми, кто говорят, раньше мы видели в их жизни, что это работало серьезно. Я знаю, о чем они тогда молились. Они были сумасшедшие в своей вере. Они были дикими в своей вере. Они не усложняли ничего. Когда они слышали, кто-то получил автомобиль верой, они тут же хватались, говорили, я молюсь об автомобиле, у меня он будет. Все. Не было никаких размышлений. Когда кто-то на служение получал чудо, что они делали? Они тут же бежали в это место, бежали к этому проповеднику. Говорили, из-за меня молитесь. Или тот, кто пережил чудо, подходили к нему, говорят, так, возлагай на меня руки, пусть и у меня пройдет эта болезнь. И получали свое чудо. Итак, сделайте веру проще. Я молюсь прямо сейчас, чтобы мы упростили, упростили веру до состояния, когда она будет работать. Сделали все проще, основываясь на Божьем сказанном или записанном Слове Божьем в нашу жизнь. Господь, мы хотим благодарить Тебя сейчас за то, что Слово Твое имеет силу, оно не перестало действовать, и мы не можем изменить Твое Слово. Мы можем изменить свою ситуацию в худшую или в лучшую сторону, но Слово Твое остается неизменным. Как солнце светит по Слову Твоему, так по Слову Твоему до сих пор происходит исцеление просто по вере, просто через возложение рук, просто через чье-то сказанное Слово в нашу жизнь. Поэтому мы доверяем Тебе по-прежнему и не собираемся колебаться, не собираемся отступать, не собираемся превращаться в законников во имя Иисуса. Аллилуйя! И я хочу вас вот что попросить. Возьмите свои руки, поставьте перед Господом, закройте глаза и хочу сказать вам, пора возвратить в эти руки ту силу, которую Иисус предназначил своими словами. Он сказал очень просто. Эти руки будут прикасаться к больным людям и люди будут выздоравливать. я еще раз это скажу. Иисус сказал очень важное. Если хотите поручение или инструкцию по исцелению для уверовавших в Него, Он сказал, вы будете дотрагиваться до больных людей и они будут выздоравливать. очень простая инструкция, очень простое слово. И вот наши руки, Господь. И мы верим Тебе на слово. Мы не хотим сомневаться и тонуть. Мы не хотим сомневаться и чтобы нашу лодку заливало волнами. Мы не хотим сомневаться и лишаться ответов. Мы верим. Не только этому и другим словам, но вот наши руки. И это то, что нас тянет, к чему нас влечет, чтобы люди получали исцеление, потому что много больных людей вокруг. Господи, пусть через эти руки, которые мы возносим перед Тобой, совершаются великие чудеса по Слову Твоему, как Ты и обещал. И мы будем бережно хранить это Слово. Мы не будем подвергать его сомнению. Нам достаточно прикоснуться к человеку и люди будут исцеляться. С любой болезнью, с любой немощью, с любой одержимостью не будет маленьких или больших болезней. Все больные будут исцелены. И эпилепсия, и дауна, и психические растворства, и рак, и отсутствующие органы, все больные будут исцелены без исключения. Поэтому пусть Господь поможет нам верить. А нам нужно прилагать усилия, чтобы возрастать в вере, не сомневаться и использовать эти сильнейшие инструменты и использовать в такой же простоте, как это сказал Иисус. Можете дотронуться до кого-то рядом и сказать, прими исцеление во имя Иисуса. Прими исцеление. Прими восстановление твоего тела. Прими. Можете два, три человека найти. Разным людям просто прикоснитесь. Прими восстановление твоего тела. Прими крепость. Прими силу. Пусть любая немощь и болезнь уйдет. Братья и сестры, кто нас смотрит, мы также на вас возлагаем руку. Мы здесь, вы там, но для духа нет преграды. Примитесь сейчас. Примитесь сейчас. Примите. Потому что где бы вы ни были, в Соединенных Штатах, Европа, Африка, во всех местах, где вы нас смотрите, прямо сейчас. Мы соединены и сейчас в онлайн. Принимайтесь. Сила Божия пусть касается вас. Или в записи, когда вы смотрите, принимайте во имя Иисуса возложение рук на вас. Чувствуете вы или нет, принимайте во имя Иисуса. Закройте глаза и просто постойте 30 секунд, позвольте силе Божией действовать. Потому что мы не просим Бога, как мы хотим быстро, чтобы нам налили чай, дали нам пищу в ресторане. Нет. Мы говорим, Господь, делай. Главное, делай. Мы подождем. Делай. Мы принимаем сейчас. Мы не спешим проводить служение, переходить к следующей песне или к следующему слову, делай, Господь. Мы здесь, чтобы получить что-то, а не продемонстрировать свою программу. Мы здесь, чтобы принять что-то, а не топтать место это. Мы здесь, чтобы прикоснуться к Тебе, а Ты прикоснулся к нам. Поэтому моя молитва, Господь, действуй. Действуй. Кто-то здесь очень силен, наполнен силой, ни в чем не нуждается, но кто-то, кто здесь или кто нас смотрит, вы в отчаянии, у вас тяжелая болезнь или у вас болезнь, которая не лечится, или у вас какая-то критичная ситуация, это для вас служение, это ваш день, это ваш случай, это ваш час. Принимайте прямо сейчас от любящего Господа во имя Иисуса. Благословенно слава Господне в этом месте. Мы приветствуем Господь Тебя в славе. Знаете, написано, входите во дворы Его со славословием, с хвалою, и выйдет царь славы. Если мы хвалим Господа, если мы искренне приносим Ему хвалу, то царь славы входит. Слава Божия наполняет места, и чудеса начинают происходить в славе. Поэтому я объявляю, чудеса начинают происходить там, где вы нас смотрите. Чудеса начинают происходить здесь. Чудеса происходят там, в коридоре. Просто принимайте, принимайте, на сцене, принимайте. Принимайте. И даже если ты единственный, кто примет чудо, ради тебя стоило это служение. Аллилуйя. Да, Господь. Его сила над нами, Его сила вокруг нас, Его сила нашей крови, Его сила в воздухе, в котором мы дышим, Его сила в костях наших, Его сила между нашими клетками, Его сила здесь, в буквальном смысле. Потому наполняй, Господь, этой силой. И в книге Бытия есть удивительные слова. И Бог сказал, да будет свет, и тьма не объялась свет. И это произошло до того, как Бог сотворил светило, которое должно светить на небосводе для отделения дня и ночи. Это было до сотворения солнца и луны, до сотворения звезд. Он сотворил свет, и тьма не объяла этот свет, и отделил Бог свет от тьмы. свет удаляет тьму, свет рассеивает тьму. Поэтому призываем, пусть свет Божий, который не имеет отношения к солнцу или к какому-то источнику сияния, свет Божий отделяет нас от тьмы. Пусть этот свет приходит, просите. Боже, просияй меня Твоим светом от макушки головы до кончиков пальцев в ног просияй меня и отделил Бог свет от тьмы. Поэтому когда приходит Божий свет, тьма удаляется, потому что тьма не может поглотить свет, свет рассеивая тьму. Рассеи, Господь, всякую тьму. Рассеи, Господь, просите, чтобы Бог рассеял всякую тьму в вашей жизни. Какого-то демона, который крадет, какая-то болезнь, которая лишает вас силы. Это все дела тьмы. Призывайте, пусть свет Божий сияет и отделит вас от всякой тьмы, всякие зависимости, всякие страдания во имя Иисуса. Тьма пусть уходит во имя Иисуса, но она уходит, когда начинает светить свет. Свет Божий пусть светит. Свет Божий пусть светит. Свет Божий пусть проникнет в каждую часть вашего тела. Свет Божий пусть проникнет в каждую частичку, которые есть в ваших костях, в вашей крови, в вашем теле. И отделил Бог тьму от света. Свет от тьмы. Они отделены. И я провозглашаю разделение во имя Иисуса. Пусть свет отделит каждого из вас от всякой тьмы. От всего, что у вас забирает энергию, силы, здоровье. Что ворует ваши финансы. Разрушает вашу семью. Удаляет вас от Божьего призвания. Я говорю, пусть свет Божий отделит. Отделит вас. Отделит вас от всякой тьмы. Во имя Иисуса. Скажите, отдели, Господь. Отдели меня от всякой тьмы. От всяких дел тьмы. Во имя Иисуса. И я провозглашаю, как Сын Божий. Тьма уходит. Тьма уходит во имя Иисуса. Тьма уходит во имя Иисуса. Тьма уходит во имя Иисуса. Свет Божий приходит. Слава Божия приходит. Потому мы приветствуем славу Божию, свет Божий на этом месте. Халлилуйя.